Между тем, на Украине финальный этап предвыборной гонки. В воскресенье выборы в органы местного самоуправления. Стиль политической кампании уже привычный для Украины. Почти не дня без скандалов, драк, массовых провокаций. В криминально-политическую хронику попали, в частности, Харьков и Мариуполь. О радужных обещаниях кандидатов и мрачной реальности в репортаже Ольги Князевой. Мариуполь. Начало последней предвыборной недели. В центре конфликта типография, в которой печатаются бюллетени для голосования. Эти люди называют себя мирными протестующими. К утру здание типографии захвачено. Все выходы заблокированы. У дверей дежурят боевики, запрещенные в России, организации «Правый сектор». Они заявляют, члены избирательной комиссии, бывшие регионалы, сторонники оппозиционного блока якобы напечатали больше бюллетеней, чем положено. Владелец типографии все обвинения в свой адрес отрицают. Представители тех партий, радикальные, батьковщина, они специально не дали нам сюда своих наблюдателей, только для того, чтобы у них потом были основания обвинять нас в каких-то фальсификациях. Почти каждое заседание избиркома в Мариуполе похоже на кадры из плохого боевика. Вот несколько молодых людей пытаются прорваться в помещение, где проходит заседание. По пути нападают на кандидата от оппозиции Сергея Магеру. Толкают, заставляют вставать на колени. Провокации вокруг партии оппозиционный блок и ее отдельных представителей. Это главный тренд украинской предвыборной кампании. Вот и кандидату в облсовет Харькова, бывшему губернатору области Михаилу Добкину. Отказано в регистрации. Достаточно посмотреть на географию таких скандалов и отказов, говорят бывшие регионалы, чтобы стало ясно. Причина – неудобные для власти высокие рейтинги оппозиционеров в определенных регионах. Сегодня власть пошла еще дальше. Она решила сорвать выборы в Мариуполе, крупнейшем населенном пункте той части Донбасса, которая контролируется украинским государством. Сорвать выборы для того, чтобы избежать очевидной картины тотального недоверия к политике нынешней власти среди рабочих Мариуполя и Донбасса. Кроме попыток устранения любой оппозиции, по мнению политологов, местные выборы на Украине характеризуют дискредитацию оппонентов, спекуляция темами пенсионеров и войны, подкуп гречкой и не только. Кажется, никогда еще местные выборы не сопровождались такими масштабными обещаниями. По сути, кандидаты обещают то, что не могут выполнить снижение коммунальных тарифов и контрактную армию. А то, что все это вне компетенции местных органов власти – дело второе. Главное – попасть в настроение населения. Нам предлагают мозги контракта, немобилизация, нам предлагают сохранить страну. Собственно, вот этот чос, то, что я говорил, землю крестьянам, воду матросам, он чему призван? Увести людей от неприятных вопросов. От того, что партии, которые идут на местные выборы, как раз в плане повестки дня местных выборов, ничего людям предложить не могут. Зато могут предложить скандалы и провокации. После захвата типографии радикалами оппозиционеры в официальном обращении задали президенту вопрос, почему власть не пресекает подобные акции. И напомнили Порошенко его же слова – воля избирателей для меня – закон. Но, видимо, говорят эксперты, только воля правильных избирателей. Ольга Князева, Максим Семин, Мария Михневич, Первый канал, Киев.